Мороженое Мороженое Курка хлеба Традиционные вещи Конфеты старт по рубль 70 копеек Вру конфеты старт по рубль 40 копеек Коровка по рубль 70 копеек Яркое утро Воскресенье когда мама папа дома И обязательно солнце Которое отражается Из окон Соседнего дома Параллельного И оно прям лупит Еще до будильника Я была в Гадейке Одно субботу, другое воскресенье Еще есть время поваляться Вот такое небо детства Такие безмятежные вкусные ассоциации Ну, я вырос в Гродно У меня, понятно, действительно Это мой город До 18 лет я там жил Чудесный город Западная Беларусь Я там бываю С удовольствием И всегда вот такой-то Запах какого-то Не знаю, там этого Немана Когда к нему спускаешься Старого города Кофейня Рокеры Неформалы, длинные волосы Я когда приехал поступать В Минское музыкальное училище Концертмейстер Ирина Германа Сказала Одному Посмотри Куда этот Маугли Куда ты его берешь А я с длинными волосами Приехал какой-то Серегой Такой Мне всегда казалось И мне кажется Что интересно Именно за тем человеком наблюдать Который сомневается Постоянно В своих способностях И талантах Верить Ну Вот в том-то все и дело Где граница Когда ты веришь И когда ты так самоуверен Что уже Ну Спасибо не надо Что называть Ну талант зрителя Наверное на сегодняшний день Это вот именно умение Смотреть Быть В этой протяженности Сохранить внимание Смотреть Потому что ну вот сейчас Вот допустим Особенно молодое поколение Это клиповое такое Мышление Сознание Когда уже тик-ток Десятисекундные ролики У всех Конечно посмотреть Четырехчасовую Аиду Наверное Это уже трудно Трудно остановиться Вот я по своим детям Смотрю И тяжело Действительно Они привыкли переключаться Довольно быстро Давай дальше Дальше Что-то Ну и поэтому А мы работаем В таком жанре В который надо Ну уметь Наверное остановиться Немного чего Как все люди Так сказать С возрастом Чем дальше Тем больше Становишься Сентиментальным Наверное То что любого человека Какой-то Трогательный момент В кино Допустим Я не знаю Музыка какая-то Ну это Под настроение Наверное Должно совпасть Вот когда Вот дети Когда они растут А я вот смотрю Вот вижу Вот у меня уже Дочь Невеста Большуха Такая ходит А я вдруг Найду ее фотографию Или вспомню Как она мне вот Вот так вот Что-то рассказывала Папа там Ну если глянешь Ну конечно я не зарыдаю Но Я не Я как-то Есть сказать Что это Мне все равно Это наверное Будет лицемерием Нет конечно Артист хочет Признания Слава Я с этим Незнакомым Понятием Потому что у меня Такой славы Никогда не было Мы Не в том жанре Работаем Когда Проходы Да не дают Там или что-то В этом роде Потом наша публика Как правило Это люди В общем-то Достаточно уже Высокого уровня И образования И поведения Они Не навязчивы Они Ну всегда Очень деликатно Дают какие-то О себе знать Дают Или какие-то Обозначают Ну не знаю там То что им понравилось Или не понравилось Это всегда Очень Спиритетом И Без каких-то Резких проявлений Поэтому Все в этом плане Нормально А нуждается ли Конечно нуждается Мы уже об этом Говорили мне кажется Но Мы работаем Ради публики Это Такая профессия Что мы Ну Зависим От успеха Конечно От успеха Спектакля И своей деятельности Опять же Потому что Ну Это же Вот Шел 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 И пришел Если Если Там То Так себе Да Хочется Чтобы Было Вот Это Это Крепкая Нервная Система Очень Много Я знаю Примеров Человек Учился Вроде Неплохо Все И Консерватория Какие-то Солистам Это Ну Это Ну Надо Иметь Определенный склад характера Конечно Ну Я думаю Что в первую очередь Это Нервная система Ведь это Ну Представить себе тяжело Я не говорю Как Чувствует себя Певец У которого Не задался Спектакль И не просто не задался Для него Мне говорят Я выхожу И какой-то такой пошел Мрачный Мы слушали все прекрасно Да Может быть все Для сторонней публики Но я чувствовал себя не очень Может пришлось Больше контроля Больше каких-то принудительных мер Потому что голос сегодня Не звучал Не шел Но Это одно А когда у тебя допустим Просто я не знаю Кикс Хрип вылетел Там наверху Не дай бог у тенера Это все Человек может получить Такую травму психологическую Что не дай бог И это Ну Как Я не знаю Кто-то может быть думает Там злорадство какое-то У кого-то есть Я думаю Из тех людей Кто выходил на сцену Когда-нибудь Никто не будет радоваться Или там Тихонечко там Не знаю Там злопыхать По поводу того Что у кого-то вдруг Неудача сегодня Произошла Потому что это Мы все очень Очень рядом с этим Очень по-тоненькому Уходим Или уходим В этом плане Классика Это то Что Потерпело Испытание Временем И осталось Интересным Знаете Как говорят в одежде Классика всегда в моде То есть Есть такие вещи Не знаю Ну это классика Это всегда Ну что-то В этом роде Поэтому Стать классикой Это надо заслужить Допустим Я позвал бы его Во-первых На тот спектакль На его языке Это Было бы Хорошее Сразу Слушать Спектакль На языке Оригинала Наверное Тяжело Тяжело Потому что Необходимо Проникнуть Опять же Потому что Это долгий процесс Человек начнет отвлекаться Скучать Рассматривает люстру Я консерватор В этом плане Я смотрю Старые фильмы Я как-то поклонник советского кино Старого Ну Поклонник Не знаю Скорее всего Вот так Ну я Я тот человек Который не смотрел «Восемь колец» Вот в этом вроде То есть Я не люблю Эти все вещи Обновления Я не знаю Застрял Там Может быть это плохо Но мне хорошо Я С удовольствием Смотрю Большую перемену В пятнадцатый раз И наслаждаюсь этими старыми вещами Дело в том что Для меня просто Как правило Это все Такое немножко Это идет Вот я смотрю А здесь Происходят какие-то процессы Другие То есть Я не погружаюсь Другие В кино Все вещи Для меня Это как Приятный мне фон Пог сказать Ити на пролом Ну Вот Формулировка такая Которая Как бы Ну С понятием Высокая цель Вот уже Как-то не очень. Я шел на пролом, видимо, наверное, кого-то затоптал по пути или что-то в этом роде, но достиг высокой цели. Не знаю, нет. Мне кажется, что, ну, если говорить о том, что человек ради достижения высоких целей должен от чего-то отказаться в жизни, пожертвовать чем-то, наверное, да, иначе просто не получится. Каждого героя можно трактовать как-то вот так по-своему. Вот я, например, допустим, если говорить о грязном в «Чарской невесте», да, вот после премьеры там и, ну, особенно дамская половина нашего театра. Я говорю, ну, Стасик, пожалуйста, я говорю, девчонки, посмотрите, что он творит. Где же какой же, что он положит? Ну, он не может быть положительным. Ну, вот, нет, ну, это же ради любви, они мне говорят. Поэтому вот интересно там, вроде как отрицательный герой на все 100%. То же самое со Скарпи, к примеру, да, говорит. Вот нравится ваш Скарпи. Я говорю, что же мне может нравиться? Он такой, ну, гадкий. Ну, на заре туманной юности я еще и пел «Моралеса» в «Кармен» еще в «Одесской опере», как чудесная была партия. То есть «Кармен» еще не появилась на сцене, а я уже разграммировался уже. Ну, так это говорят, как в театре говорят «хорошая палка», быстрый спектакль. Поэтому, ну, наверное, так оно и получается, что герои имеют какие-то ярко выраженные черты, наделены авторами какими-то уже условностями, какими-то определенными данностями. Но их приходится воплощать, конечно, актеру. Ну, что делать? Конечно, ты уже одеваешь на себя костюм. А какой уж я в жизни, я не знаю. Это домашних моих надо спросить, отражается или нет. Я думаю, что когда я дома лежу перед телеком, там, в своих любимых домашних шорпах, почухиваю пузо, там, собаку чешую, я вряд ли, наверное, какой-то прям мачо. Обычный человек, говорится. Продолжение следует...